приветствую всех гостей и подписчиков моего канала меня зовут ева лехцер и мы сегодня с вами будем смотреть все о селении а именно смены вселенной знака зодиака она у нас с 12 ноября будет входить в знак лица у точнее уже вошла 945 по киевскому времени и будет она находиться в тельце до 13 июня 2024 что же такое белая луна белая луна это по сути наш ангел-хранитель то есть высшие силы которые нам помогают в решении каких-либо вопросов и задач и транзит вселенной по какому-либо из знаков он нам будет говорить в какой сфер у нас будет поддержка высших сил особое покровительство вселенной и так сказать направление от нашего ангела что нам даст селена в тельце селена в тельце это знаете такое самое стабильное спокойное время потому что телец он устойчив он обладает талантом зарабатывать деньги он делится своими знаниями со всеми а белая луна которая перемещается по тельцу она поможет в делах связанных с материальными благами их сохранением и приумножением конечно же селена по тельцу она рекомендует делать акцент на всем том что будет у вас идти в долгосрок потому что селена по тельцу это обретение стабильности и для большинства это смена духовных скрепов духовных ценностей если у вас длительный период была жизнь на паузе по теперь будет очень такой важный главный акцент жить здесь и сейчас для каждого из вас вне зависимости от того какого вы знака зодиака опять же ценить то что вы имеете приумножать то что вы умеете и имеете и обретать новые знания новую финансовую стабильность более того в этот период крайне важно вкладываться в то что опять же будет на долгосрок и будет нести пользу допустим вашим близким вашему окружению то есть это вопросы здоровья учебы покупка недвижимости инвестирование в бизнес в криптовалюты это все то что касается благостных начал то есть открыть может благотворительный фонд приют высадить какой-то сад потому что по тельцу у нас все то что соответствует аграрному хозяйству опять же все что у нас идет по вопросам недвижимости строительства дизайна экстерьера интерьера не имеет значения ландшафтный дизайн то есть все что приносит стабильность уют и красоту опять же это гостиничный ресторан и бизнес потому что тельцы это не только про роскоши про красоту это еще про вкусно поесть то есть для гурманов здесь будет действительно широкое поле для реализации своих гастрономических возможностей это ювелирное дело это антиквариат это банковское дело поэтому если вы хотели себя попробовать в этих нишах в этих сферах сейчас приходит ваше время и помимо всего прочего селена и в тельце это все то что вы должны делать себе во благо потому что что такое у нас телец не зря для вас расположила натальное поле чтобы вы могли посмотреть и увидеть какой знак за какой дом отвечает телец нас отвечает за второй дом это дом ресурсов как следствие это здоровье это деньги это накопление это все то что вы добиваетесь но в степени может быть иногда тяжелым трудом и так мы сейчас с вами будем просматривать как для вас отразится этот транзит вселенной по тельцу и какие новшества нововведения в принципе принесет это транзит на что вам нужно сделать акцент чтобы улучшить качество своей жизни но в любом случае до 13 июня 24 года сделать все то что вы себе запланировали приступим и так у нас селена в тельце для овнов будет идти транзитом по второму дому с овнов и начнем и здесь у вас ложится королева мечей и так что такое в принципе у нас второй дом как я говорила это деньги это ресурсы и для вас по королеве мечей это решать какие-либо вопросы связанные с гос учреждениями то есть это может быть эти открытие счетов закрытие счетов перед подписание может быть брачного контракта если у кого-то есть такие вопросы на повестке дня опять же это все что будет связано с легализацией вашего дохода если особенно вы работали по найму и получали заработную плату в конверте это получение лицензии на разный вид работ это решение проблем с замороженными деньгами если таковые у вас были ситуации может быть кого-то там транзакции зависли или банк заблокировал ваши денежные переводы это обращаться к юристу нотариусу адвокату с целью решения вопросов по финансовым моментам если вы с кем-то судитесь выясняете взаимоотношения пытаетесь понять как устранить для вас эту ситуацию это все опять же здесь как это сделать давайте смотреть что же здесь ну вот как я и говорила здесь привлечение специалиста для решения зависших вопросов которые для вас являются тягостными то есть где-то может быть закрыть счета где-то открыть где-то решить проблему с реструктуризации долга у кого-то если была процедура банкротства и завершить или в принципе решить какие-то моменты если кстати вот по этим картам это еще может быть и обретение навыков и обучение финансовой грамотности то есть вы для себя также можете изучать как новый источник дохода трейдинг криптовалюты потому что если смотреть вообще по анализам которые у нас идут на следующий год у нас действительно может появиться новая денежная единица электронного характера поэтому вы здесь можете черпать знания углубляться в это чтобы так сказать себя подстраховать и быть в тренде да быть впереди планеты всей это в чем-то может вам даваться сложно для понимания для осознания но тем не менее видите везет тому кто сам везет у вас все получится и удастся выйти из периода застоя но а в остальном как показывают и говорят карты многим может быть очень сложно решиться пойти на свои хлеба на свой заработок потому что если смотреть эта ситуация когда есть все ресурсы но вот зона комфорта она вот не отпускает как-то страшно может кто-то к этому не готов это не значит что все должны именно идти в свободное плавание нет другим карты говорят что не бойтесь брать на себя обязательства и просить повышения продвигаться по карьере даже если вам страшно и вы понимаете что это будет ряд новых обязательств но вам это необходимо для личностного роста поэтому действуйте дерзайте у вас здесь все будет получаться а мы с вами следуем далее посмотрим что принесет транзит вселенной по тельцу для самих тельцов вы у нас тут так сказать хозяина вечеринки давайте смотреть что же у вас так у вас здесь падает аркан справедливости давайте я сразу его раскроем так ох 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 интересно у вас здесь аркан и и так справедливость во первых у вас здесь все должно быть по букве законов это в первую очередь если касается каких-то глобальных вещей и ситуаций но вместе с тем это знаете как заявить о себе сейчас объясню, в каком ключе, в каком контексте. Что такое у нас первый дом? Первый дом это, конечно же, наше Я, наша личность, наша внешность, то, как мы себя позиционируем в социуме, то, как мы себя преподносим. И вот здесь аркан справедливости, это называется, взвешивайте все на чаши весов, то есть та критика, которая поступает в ваш адрес, насколько она конструктивна, насколько она справедлива, имеет ли смысл вам вообще обращать на нее внимание, потому что вам здесь нужно, во-первых, верить в себя, знать, чего вы стоите, быть самим для себя критиком и менять себя в лучшую сторону, быть лучшей версией себя, но не по мнению каких-либо диванных критиков, экспертов или вашего окружения, а по своему собственному осознанию, знаете, как взойти на пьедестал, вот вы себе поставили какую-то планку, ее достигать. Каким образом и через что? Восьмерка жезлов, двойка чаш и десятка мечей. Не впадать в хаос и оценку со стороны окружающих. Причем, если смотреть по этим картам, потому что, видите, восьмерка жезлов, это опять же заявление, информация, двойка чаш от людей, которым вы по сути открываете душу, с которыми вы взаимодействуете. И не всегда это вопросы личного плана, то есть это могут быть и ваши друзья, знакомые, ваши коллеги, ваше окружение. Так вот, по десятке мечей не принимать эту информацию, если она прийдет к каким-то вашим, знаете, как я говорю, взгадам на жизнь, вашим приоритетам, вашим целям. То есть, по сути, потому что вот это все то, что вы будете принимать близко к сердцу, близко к душе, несет хаос и раздрав в вашу жизнь. Некоторым из вас это как трезво оценить ситуацию, посмотреть, кто находится в вашем окружении, может кто-то вас обесценивает как личность, поддерживает вашу самооценку, то здесь прямое указание от карт, что вот, пора с таковыми людьми завязывать, прекращать с ними всяческое общение, коммуникацию, дружбу, поддержку, потому что вы сам себе хозяин и палач, поймите это. И вот здесь, смотрите, как вот эта белая сирена, белая луна противостоит у нас темной луне, она же лилит. Карты показывают, что сейчас вам решать, что возьмет вверх и как вы себя будете вести. Более того, ангел-хранитель вам здесь будут покровительствовать во всех ваших делах и начинаниях. А именно, во-первых, конечно же, это вопросы внешности. Если вы будете активно заниматься собой, будь то косметология, пластическая хирургия, спорт, кардинальные какие-то вложения в себя по здоровью, в лечение, которое даст вам положительную динамику. И в целом, опять же, самое главное, ключевое, это ваш социум. По принципу, скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты. То есть окружать себя только теми людьми, которые вас по сути тянут вверх, а не наоборот, на дно. Вот поэтому у вас здесь сложатся такие карты. Вы скажете, почему? Каким образом связаны взаимоотношения с первым домом? Ну, потому что это на вас, по сути, накладывает отпечаток. Поскольку мы с вами смотрим и анализируем, у нас идет ось первого седьмого домов. Седьмой дом и здесь у нас, простите, ось второго восьмого домов. Но если мы будем смотреть с вами, у нас же вселенная с вами идет по первому дому, то для вас, оппонентом будет седьмой дом, дом отношений. Как следствие, вам нужно понять, что взаимодействие с теми или иными людьми напрямую будут влиять на ваше позиционирование в социуме, в обществе, на то, как вы себя будете продвигать, на то, как вы будете меняться. Ну, то есть если у вас будут в окружении люди, которые там занимаются спортом, правильно питаются, к чему-то стремятся, развиваются, то есть и вы будете подтягиваться до их уровня. Поэтому здесь вам такие заметки на вооружение. Посмотрим, что принесет вселенная в тельце, а именно транзит вселенной в тельце для близнецов. У них этот транзит будет идти по двенадцатому дому. Итак, что у вас здесь? Начнем с того, что такое у нас двенадцатый дом. Как мы знаем, это у нас дом тайн, оккультизма, дом уединения как добровольного, так и добровольно-принудительного. То есть вы можете там быть где-то на острове, на ретрите. Также это может быть дом дальних земель, эмиграции. Если смотреть здесь по картам, то у вас ложится тройка чаш, тройка монет и рыцарь жезлов. И все это будет говорить здесь о следующем. Вот пятерка мечей, которая вас здесь очень сильно беспокоила. Это для некоторых из вас может быть нестабильная ситуация именно в геополитическом масштабе, которая влияла на вас, на вашу личную жизнь. Знаете, хочется этого всего закрыться, уединиться, уйти. Хочется завершения этой ситуации. И как это повлияет? Во-первых, может идти улучшение ситуации в том регионе, где вы находитесь, как следствие устранения конфликта, либо военных действий. И во-вторых, если смотреть по картам, для вас это действительно будет много радостных моментов. Встреча с друзьями, коммуникация, с ними какая-то кооперация. Потому что по этим картам это еще, видите, тройка монет. Создавать какие-то проекты. Или интересно будет предложение о работе, о сотрудничестве. Или новые соучредители, инвесторы по бизнесу. Плюс по этим картам это могут быть ретриты, это могут быть поездки. Потому что тройка чаш и тройка монет – это совместить приятно с полезным. То есть это когда вы и по сути отдыхаете, наслаждаетесь и когда вы проводите какую-то грандиозную работу. Ну допустим, над собой. Вы меняетесь духовно, вы меняетесь лично сна. О чем здесь у нас еще будут говорить эти арканы? По 12 дому. Это может быть контракт, приглашение, уехать по контракту по работе. Другой регион, другое государство. Опять же может быть работа вахтовым методом. В какой-то степени это вас может отягощать, но с другой стороны это новые знакомые, новый круг социальный, то есть новые коллеги и работа, которая вас радует. Помимо всего прочего, если смотреть, это как найти помощь и поддержку в вопросах паломничества или в святых местах. Потому что эти арканы показывают, что знаете, как идти к каким-то источникам силы. То есть если вы ощущаете себя опустошенными, если вы понимаете, что знаете, как все валится из рук. Вне зависимости, атеист вы или не атеист, у каждого знаете свое место силы. Возможно, вам стоит просто это какие-либо места, которым вас давно тянуло, которые вам нравились посетить, и вы посмотрите, как вы наполнитесь энергетически, как все встанет на свои места в вашей жизни, как все поменяется. Потому что видите, это как продуктивная, плодотворная работа над собой, которая выведет вас, во-первых, из этого хаоса, из этого состояния жизни на паузе, из ситуации, когда вы можете быть сосредоточены, допустим, только на войне. Я не говорю, что для всех это актуально, но это, в принципе, пятерка мечей, карта, которая говорит, что вы концентрируетесь только в большей степени на каких-то негативных аспектах. То есть вот эта ситуация у вас уйдет. А мы будем с вами смотреть, чем ознаменуется транзит вселенной в Тельце для представителей знака Зодиака Рак. У вас этот транзит будет идти по 11 дому. Тройка чаш, ну кто бы сомневался, и так оно четко совпадает. Вот, ой, ну здесь смотрите по этим картам, какова ситуация. Поскольку у нас 11 дом, это дом друзей, дом покровителей, дом меценатов, это ситуация, когда вы можете заниматься благотворительностью, и когда ваши друзья, ваши знакомые, ваши покровители вам оказывают какую-то безвозмездную помощь. Тройка чаш, это карта, которая очень четко взаимодействует и, знаете, как резонирует с 11 домом, потому что это дом групп социальных, это может быть помощь и поддержка со стороны ваших подписчиков в социальных сетях, или может быть там на ютубе. Это ситуация, когда, ну какая-то случайная такая, может быть вы рис какой-то записали, или вы создали свой влог, или открыли свой сайт. И, знаете, так сказать, в кавычках на сленге он залетел всем. То есть всем понравился, все воодушевлены, радуются, вас поддерживают и, как следствие, продвигают ваше дело. Раскрывая эту карту, смотрим, о чем здесь у нас идет речь. Колесо фортуны, десятка мечей и рыцарь жезлов. Это говорит о том, что вы можете ожидать поддержку судьбы в какой-то самый неожиданный, может быть, для вас болезненный момент. Почему? Потому что что здесь? Это не значит, что вы там теряете удачу, или она от вас отворачивается, нет. Паж монет, это как раз новый опыт, новая помощь. Это, знаете, кризис фаза роста, тогда, когда вы его не ждали. Причем здесь может быть помощь именно финансовая, или вам могут дать, ну допустим, вы можете получить какое-то безоплатное обучение, или какие-то сертификаты на какие-то услуги, или, может, вы выиграете поездку какую-то, на которую вообще, знаете, как не рассчитывали и не ждали. О чем, в принципе, говорят эти карты? На что они делают акцент? Знаете, как не было бы счастья, так несчастье помогло. Когда вам кажется, что вы потеряли очень много в материальном аспекте, для вас, знаете, как вот после темной ночи взойдет солнце, потому что перед вами откроются новые горизонты, и вы с одной стороны, знаете, как вам будет легче начинать восстанавливаться и что-то делать, потому что идет осознание, блин, а я получаю гораздо больше, нежели я потерял. Поэтому у вас здесь прекрасно. И повторюсь, это безвозмездно. Это, знаете, как за счет вашей правильно отработанной кармы. Когда вы сеяли семена добра, оказывали какую-то помощь бескорыстную, вот теперь это вам все идет с обраткой взамен, потому что пажма нет перед вами, видите, здесь открывается новый опыт, новые возможности. Будем анализировать, что же даст транзит Селены в Тельце представителям знака Зодиака Лев. Левы, у вас этот транзит будет идти по 10 дому. Итак, здесь у нас ложится Король Чаш, и раскроем этот арка. Ох, какие у вас здесь карты. Ну, давайте смотреть. Итак, давайте в первую очередь сразу вспомним, о чем у нас вещает или что у нас символизирует 10 дом. 10 дом — это у нас пик. 10 дом — это у нас карьера, это новый социальный статус, это новые возможности, это вообще социальное признание, и это могут быть кардинальные перемены. То есть вы можете выйти на пенсию или наоборот трудоустроиться, или получить повышение по карьере, открыть свое дело. Опять же, получить признание со стороны вашего окружения. Для кого-то смена социального статуса, а именно, будь то брак, развод, деторождение, или там вы стали бабушкой, дедушкой, или вы стали опекуном для кого-то. То есть здесь очень широкая гамма событийного ряда. О чем же конкретно отыгрывается у вас вселенная по тельцу в 10 доме? Давайте смотреть. Здесь ложится король чаш. Казалось бы, да? О чем здесь можно говорить? Но здесь не взаимодействие с человеком водной стихии, рак, скорпион или рыбы, как вы могли бы подумать. Хотя может быть такой посыл. Но сам по себе этот аркан является сигнификатором наивысшей точки мастерства. Потому что король чаш — это быть совершенным. Мастером в какой-либо нише или специалистом. То есть достичь точки развития, но благодаря чему? Потому что по король чаш вы получаете удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Ну и как следствие ресурсы, потому что рыбы у нас это деньги. Так вот, мои хорошие, и карты вам это подтверждают. Шестерка жезлов, карта победы, успеха, цели, достижения. Напоминаю, что короля делает свита. Несмотря на то, что судьба будет вас искушать и подкидывать вам какие-то моменты проверки, так сказать, на совесть. Но вы достойно выдержите, пройдете эти испытания. И более того, здесь можете заручиться поддержкой со стороны партнеров, коллег. Может быть, ваших заказчиков, если у вас свое дело. Или со стороны клиентской базы. Потому что здесь люди на бескорыстной основе будут вам помогать, вас продвигать. То есть это вопросы и сарафанного радио. То есть рассказывать о вас, хвалить вас, превозносить вас. Вам здесь не будет равных. Ну и, конечно же, если вы хотите получить какой-то статус. Допустим, вы защищаете там докторскую или кандидатскую. Или вы, в принципе, получаете какой-то диплом о высшем образовании. То здесь все получится. Здесь карта успеха. Хотя, допустим, были моменты искушения. Может, все его нафиг бросить. Уйти, так сказать, в туман. И забыть об этом, как страшный сон. Но вы дойдете до конца. И по двойке чаши здесь будет мотивация и поддержка со стороны окружающих. Ну и, конечно же, по этим картам это официально связать себя узами брака. Для тех, кто, возможно, еще у нас в поиске. Или если вы были в треугольниках, то здесь уже сможете определиться. А для тех, кто у нас в стабильных партнерских отношениях, несмотря на то, что может быть момент искушения со стороны, вы сможете здесь выстоять. Поэтому и у вас здесь все прекрасно. Будем смотреть, как отыграется транзит Селены по Тельцу для представителей знака Зодиака Дева. Дева, у вас транзит идет по Девятому Дому. И здесь у нас ложится Аркан Жрец. Давайте освежим в память для тех, кто, возможно, забыл, а может быть для тех, кто у нас не знает, что такое Девятый Дом. Что он собой символизирует и за что отвечает. Девятый Дом — это у нас Дом Духовности. Потому что это Дом религии, веры, культуры, культурного наследия, далеких поездок зарубежных. То есть это вопросы эмиграции. Это, в принципе, знаете, как углубление во все заграничное, иностранное. Когда вы изучаете нормы культуры, традиции, законы других стран, народов, других наций. Когда у вас может быть желание и внутренняя потребность сменить религию. Может быть, наоборот, если вы атеист, то у вас появилась тяга к вере. Опять же, желание и стремление к духовному, личностному росту. То есть искать себе проводника, искать наставника. Может быть, такое желание, потребность уезжать в ретрит. Ну и, конечно, поскольку у нас это Дом образования, причем, как правило, второго, третьего, высшего образования, то это достижение цели, успеха. Потому что по этим арканам это высшая точка. Получить призвание, получить диплом, достичь результата. Мы, конечно же, сейчас этот аркан раскроем. Как именно он все-таки у вас прозвучит. Итак, шестерка монет, туз жезлов, колесо фортуны. Но слушайте, тут вам улыбается вселенная, потому что здесь идет помощь из ниоткуда, в ваших начинаниях, делах. В особенности, могу сказать, эти начинания кардинальным образом изменят вашу жизнь. Они у вас будут касаться, во-первых, поскольку здесь падает жрец, это могут быть не только вопросы обучения, эмиграции. Это все будет со знаком плюс. Или адаптации в новой культуре, в новой среде. Для вас может здесь улучшиться финансовый план, посмотрите по этим картам. И я могу сказать, что поскольку здесь у нас символично, так видите, даже указание идет на дом. Это обретение как бы своего дома, своей стабильности. За рубежом у вас так здесь идет. У некоторых это может быть брак с иностранцем или иностранкой, знакомство с таковыми людьми. И еще это карты, которые говорят о том, что вы сможете избежать каких-то невзгод, каких-то потрясений, каких-то катаклизмов. Потому что здесь вы будете там, где спокойно и стабильно, посмотрите. То есть вы будете ловить дзен. И даже если сейчас у вас ситуация не клеится, не ладится, и все из-за ряда вон плохо, в особенности если по финансам, то ситуация кардинальным образом изменится в лучшую сторону. Поэтому не переживайте. Будем анализировать, о чем говорит у нас транзит Селены по Тельцу. Боже, карты сами, сами просятся. Для представителей знака Зодиака Весы. Весы, у вас этот транзит пройдет по восьмому дому. Итак, Весы. Что такое восьмой дом? Ну вот девятка монет здесь как нельзя в яблочко. Восьмой дом – это дом чужих денег, дом чужих ресурсов. То есть это могут быть деньги как вашего партнера по отношениям, по браку, там супруга или супруги. Это могут быть деньги ваших бизнес-партнеров. Это вообще вопросы получения наследства. Это суды, кредиты, инвестиции. Это могут быть просто подарки. То есть здесь просто может быть также получение дарственное. То есть ваши, допустим, родители могут быть живы, но просто вас одаривают материальным. И здесь, посмотрите, жизнь в райском саду. Просто the best of the best. Чего еще желать лучше? И если вы стремились или хотели взять ипотеку, или кредитоваться, или взять там грант от государства получить, или взять какую-то суду на расширение бизнеса, это все будет возможно. Ну, раскрываем аркан. Что же у нас здесь по факту? Ну, смотрите. Колесо фортуны смерти, туз жезлов. И даже дно колоды у вас здесь ложится туз чаш. Это благостные перемены. В особенности, если это касается новых начинаний, а именно вопросов независимости. То есть когда вы хотите заниматься делом по душе, раскрывать себя, своего потенциала, что-то новое начинать. И касаться это у нас будет все-таки вопросов материального. То есть новая работа, это дело открытое на себя. Или если у вас уже есть дело, это может быть новый бизнес, новая услуга, новая группа товаров. Или если вы стремились, хотели изучить для себя новые способы заработка, получить новый источник дохода, разобраться в вопросах финансов, то есть там трейдинг, криптовалюты. То есть все вот эти моменты, они для вас будут ясны, как Божий день. То есть хватит и сил, и энергии, и энтузиазма в это углубиться, изучить и использовать себе во благо. Почему? Потому что, как я вам показывала, одну колоду у вас ложится туз чаш. То, что приносит радость. А вы знаете, когда мы чем-то живём, чем-то увлечены, ресурсы, возможности, финансы, они вам сами будут идти в руки. Поэтому пусть так и будет. А, ну и конечно же, восьмой дом. Не зря его называют дом жизни и смерти, трансформации. У тех, у кого очень давно не получалось зачать ребёнка, то у вас здесь могут быть действительно или вопросы деторождения, может быть не вами, может быть суррогатной матерью. Могут быть вопросы резкого изменения колеса фортуны. Это может быть экооплодотворение или для кого-то вопросы усыновления. Если вы ждали, если вы стремились, то вселенная здесь вам даст шанс. Скорпионы. Что вам принесёт транзит сирены по тельцу? Тем более у вас это седьмой дом. Итак, второй монет. По королю монет это стабильность. То есть если вы у нас на текущий момент свободны, это может быть обретение партнёра или партнёрши для создания стабильных отношений. Если вы в треугольниках, то вы здесь сможете определиться. Если вы в стабильных отношениях, то укрепить союз. Ну а мы сейчас раскроем в целом, о чём здесь идёт речь. Итак, но вот сейчас раскрывая арканы, обратите внимание. Шестёрка жезлов, паж, мечей и луна. Здесь в большей степени я могу сказать, это касается тех, кто не мог найти себя, свою сферу или свою нишу реализации. Почему? Потому что здесь будет как появление человека, в частности, представителя земной стихии, телец, дева или козерок, который в вас поверит. Или это просто будет человек с ресурсами. Потому что за счёт его веры в вас, поддержки, я не говорю, что здесь не будет корыстных мотивов с его стороны, но для вас это как выйти на новый уровень возможностей. Потому что паж, мечей, вы понимаете, что вот здесь будет ваш звёздный час, вы нашли нишу, вы проанализировали, сопоставили, и вам удастся преодолеть свои страхи. Неверие в себя, в свои собственные силы. Здесь очень сильно взрастёт самооценка, потому что вы поймёте, кем вы на самом деле являетесь, к чему вам нужно стремиться. Ну, у вас действительно очень благоприятный период. И почему вот именно по седьмому дому? Потому что это партнёры или даже враги, потому что по седьмому дому у нас враги в том числе проходят, которые вас закаляют, которые вас делают сильнее, мудрее. И, знаете, вот как говорят, не рот другому яму, сам в неё попадёшь. Даже если кто-то вам будет здесь строить козни, пытаться встать палки в колёса, у них ничего не выйдет. Потому что даже дно колоды у вас здесь король жезлов. Видите? Осваивать новые земли, новые горизонты. Здесь как стремиться большему. И вы будете перенимать чей-то опыт. У вас здесь будет очень хороший наставник. Кто-то вас здесь будет обучать. Подуракуйте в новой, с лёгкостью, с радостью, как новый цикл обновления жизни. У некоторых это, конечно, будет через личную жизнь, как после череды неудач или негативного опыта. По этим картам обретение партнёра, который вас окрыляет, воодушевляет. И вам, вы наконец-то, знаете, как можете вздохнуть полной грудью, потому что по этим картам это радость от того, что вот, вы обрели того человека, которого вы очень долго искали. Здесь у вас действительно замечательный период. Посмотрим, что принесёт транзит вселенной по тельцу представителям знака стрелец. У вас здесь ложится шестёрка чаш и транзит у вас будет по шестому дому. Шестой дом у нас отвечает за вопросы работы, за вопросы здоровья, повседневных обязанностей, служебных дел, взаимодействия с подчинёнными. Это больше, знаете, как рутина, но которая необходима, потому что без организации рутины и приведения хаоса в порядок вообще, в принципе, ничего в жизни невозможно. Итак, что здесь? Шестёрка чаш это завершать дела прошлого. Это сделать акцент на хронических заболеваниях, это приводить себя в порядок, это, может быть, закрыть какие-то дела в прежней фирме, структуре компании, где вы работали. Да, здесь может быть взаимодействие с бывшими коллегами, руководителями, но это, знаете, как в большей степени как приятели. Почему? Потому что одну колоду у вас, карта колесница, это новый будет выбор своего пути, это будет новый подход к жизни, это вообще будет как реструктуризация своей жизни в этих сферах по работе и по здоровью. Давайте смотреть, чего же это коснется. А коснется здесь это хотите вы того или не хотите. Пятерка жезлов, башня и пажма нет. Когда вам придется бороться с ситуациями хаоса или краха в вашей жизни, обретает новый опыт. Объясняю на примерах научно популярно на пальцах. Если это здоровье, то есть что-то болело, вы все время откладывали, ой, не сейчас, нет времени, нет ресурсов, как-то потом. Ну, к примеру, ухудшается зрение, да, и вы потом, 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 потом. И вот вас уже допекло до такое состояние, что уже откладывать некуда. То есть все. Для вас это критично. По пятерке жезлов с этим нужно будет бороться и получать новый опыт. То есть может быть для кого-то это, повторюсь, в качестве примера, может быть лазерная коррекция зрения или кто-то для себя будет там выбирать линзы, кто-то может здесь, ну, то есть смотреть и выбирать для себя оптику не имеет значения, но это как будто совершенно новый подход к жизни, забота о себе. Это может касаться там и каких-то хронических наследственных заболеваний и вновь приобретенных, и даже создание себе зоны комфорта, потому что на самом деле организация труда очень сильно влияет на то, как мы себя ощущаем и на наше здоровье в целом. Если это касается работы, это понимание, осознание, что либо нужно что-то структурировать, убрать на работе хаос, но в большинстве своем это бороться, знаете, как за выживание, за место под солнцем, потому что здесь многие из вас будут обретать новый опыт, в особенности это пенсионеры, которые давным-давно вышли на пенсию, или люди, которые работу потеряли, или понимают, что нужно увольняться, потому что здесь для вас будет как идти смена статуса. Опять же, благодаря помощи, поддержке вашим знакомым, вашим друзьям, вашему окружению. Поэтому здесь вот в таком ключе. Посмотрим, о чем у нас будет идти речь относительно транзита вселенной по тельцу для козерогов. У козерогов этот транзит будет проходить по пятому дому. Так, здесь семерка мечей, сразу раскроем. Ну что, мои хорошие, вспоминаем, что такое пятый дом. Пятый дом, дом удовольствия, игр, радости, азарта, детей, любовных интриг, секса. Хотя это относится тоже и к восьмому дому, но по пятому проходит, потому что по пятому дому у нас проходят любовные связи, то есть любовники или любовницы. И здесь семерка мечей говорит о вопросах искушения, то есть либо вы можете составить в такой связи или вам могут предложить такую связь. Потому что даже здесь королева чаш, четверка жезлов и тройка жезлов. Или вы, будучи человеком стабильным, можете, так сказать, завести связи на стороне или вам могут предложить формат любовных отношений, хотя кто-то уже будет в стабильных семейных союзах. Но, конечно, у нас это нельзя притянуть за уши только к вопросам личной жизни. Если будем смотреть в целом, для кого-то это может быть ситуация зачатия и как следствие деторождения, но вы очень длительный период будете скрывать вопрос беременности от ваших знакомых или ваших близких. Плюс для вас это может быть вопрос незапланированного зачатия. Если смотреть относительно вопросов удовольствия, азарта, игр или ваших хобби, это здесь не могу сказать, что прям сплагиатить, но может быть увидеть, подсмотреть какую-то идею и дать ей новую жизнь, воплотить ее в жизнь. Потому что здесь вот видите, как вынашивать какие-то проекты, идеи, которые вы сможете реализовать и продвигать дальше. Это вам будет приносить как несказанную радость, удовольствие и воодушевление. С точки зрения азарта, не ведитесь здесь на какие-то, ну не знаю, обещания со стороны знакомых о крупных выигрышах. Да, вам здесь может фортуна улыбнуться, вам может вести, но потом по тозу жезлов это все может превратиться в хаос. как заработали, так и потеряли. Поэтому, пожалуйста, здесь осторожнее. Посмотрим, чем ознаменуется транзит вселенной по тельцу для представителей знака зодиака водолей. Водолей, у вас этот транзит будет проходить по четвертому дому. Колесница. Что такое четвертый дом? Четвертый дом это дом родины. Это наша точка я, это по сути там, где мы родились, выросли, это наш отчий дом, дом наших родителей, это наша недвижимость, это наша родина, это земельные участки. И здесь колесница может для вас говорить о смене местожительства. Элементарно, вы можете приезжать в новую квартиру, в новый дом. Не имеет значения это арендованное жилье или вами приобретенное. Это также может касаться вопросов эмиграции дальних земель. То есть вы действительно можете переезжать. Причем я могу сказать так, для вас не запланировано, потому что здесь это как быть на раздорожье, то есть вы не планировали этот переезд. Это может случиться спонтанно, неожиданно для вас. Опять же, поскольку у нас здесь падает старший аркан, для вас эта ситуация будет очень важной, очень знаковой. смотрим, как по факту здесь для вас это может отыграться, отразиться. Прекрасные карты. Солнце, шестерка монет и паш жезлов. Арканы, которые говорят о обретении счастья, стабильности, уюта, комфорта. Для кого-то действительно это может быть такой некий момент хаоса, но нового движения вперед с нового листа, с новой страницы. У некоторых это будут вопросы деторождения. Но здесь солнце, шестерка монет и паш жезлов, как помощь свыше, то есть от врачей или ваш какой-то осознанный подход и работа над тем, чтобы зачать ребенка. Помимо всего прочего, эти карты, которые говорят о радости и чуде свершения, обретении своего дома, то есть своего места, своей родины, у кого-то будет возврат на родину. Здесь очень благоприятные карты, потому что, если мы видим, здесь есть ресурс для осуществления желаемого. Более того, это воссоединение с семьей, если вы не виделись с родственниками. И для некоторых из вас это благоприятное известие. Сейчас я покажу. Колесница, хоть некоторых это не порадует, это, знаете, как ситуация, когда из вашего гнезда вылетают дети, уходят, строят свою семью. То есть у кого уже дети зрелые, взрослые, здесь могут вам заявить о том, что они все отделяются, строят свою семью, и вы всячески будете им в этом помогать. Посмотрим, о чем будет говорить транзит вселенной по тельцу для представителей знака зодиака рыбы. У вас этот транзит проходит по третьему дому. Итак, карта сила, это прекрасно. У нас третий дом, это у нас дом коммуникации, то есть это наши друзья, наше окружение, наши коллеги. Опять же, это какие-то краткосрочные проекты, то есть командировки, краткосрочные обучения, то есть это опять же вопросы начальной средней школы, дошкольных учреждений или курсы, мастер-классы, вебинары, семинары. Это в принципе повышение уровня нашего развития, нашего интеллекта. Это вопросы и понимание того, что возможно вам есть о чем заявить миру, то есть вы можете заняться публицистикой, публиковаться или вести свой влог, так сказать, получить помощь, поддержку и аудиторию. Опять же, как я говорила, краткосрочные командировки и ваш, назову так, социальный рост благодаря кардинальным переменам по этим нишам. Давайте посмотрим, как раскроется ваш аркан. Что здесь? Четверка монет, рыцарь, чаш, четверка жезлов. Прекрасные арканы. Почему? Давайте разбираться. Потому что здесь карты говорят о том, что вот эти перемены дадут вам стабильность. Стабильность какого плана? Здесь поддержка, протекция со стороны ваших друзей, вашего окружения, которые могут что-то помочь, подсказать, направить по принципу. Вот смотри, открываются какие-то курсы, семинары. Давай, вместе пойдем. Не хочешь один? Давай будем реализовывать это совместно. Опять же, это помощь и поддержка со стороны наших братьев и сестер, их вера в нас. Это совместные, ну как, недалекие, это, знаете, как близлежащие недальние поездки, допустим, по региону с вашими близкими. Это изучение культуры и напитываться наследием того региона, где вы, допустим, на текущий момент живете. Опять же, если это командировки, командировки, которые вас обогащают и финансово, и духовно и привносят радость. Это ситуация, когда, если вы оказались в какой-то сложной ситуации, то друзья не бросят в беде или будь то братья-сестры, дадут вам стабильность, помогут или финансово, материально, или дадут кров, крышу над головой. Еще, это сама по себе ситуация, когда компания также о вас может беспокоиться, то есть давать вам служебное жилье или служебный автомобиль, то есть это то, на чем вы сможете существенно сэкономить и как следствие по аркану сил, а то, что вам даст больше ресурсов и больше сил. Если вы что-либо преподаете или обучаете, то как заработать на этом, потому что рыцарь чаши четверка жезлов, это нести это в массы. И эта ниша даст вам стабильность, даст хороший доход. Что ж, ну могу сказать, что ангел-хранитель действительно у каждого здесь будет работать на полную катушку. Вам самое главное этот период использовать во благо, ну и конечно же подстраховать себя, создать фундамент для новых свершений. Мои хорошие, пусть вам информация будет во благо, пусть ваша жизнь меняется только в лучшую сторону. Я в это искренне верю. С вами не прощаюсь, обязательно услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok